Имя Рафиса Кашапова сегодня вновь прозвучало в городском суде. Исковое заявление об установлении административного надзора над бывшим лидером татарского общественного центра направило управление МВД. Напомним, в 2015 году Кашапов был осужден на три года за ряд публикаций, направленных на нарушение целостности государства и разжигание межнациональной розни. 27 декабря прошлого года Рафис Кашапов освободился из колонии в Ухте. На судебное заседание поддержать Рафиса Кашапова пришли знакомые и бывшие участники Челнинского отделения Татарского общественного центра, ныне признанного экстремистским. Его поддерживать пришли за человеческое качество и за то, что он делал для своего народа. Потому что они ведь были когда-то состоятельными людьми Кашаповой. Они поддерживали и писателей, и журналистов. Однако поддерживать было некого. Ответчик на заседание не явился. Незадолго до слушания Кашапов уехал из России. Причины отъезда на своей странице в соцсети он назвал попытку установления над ним административного надзора. Незаконность ограничений в суде планировал отстаивать его адвокат. Административное заявление было подано необоснованно. Административный надзор может применяться только в отношении лиц, осужденных за совершение тяжких, особо тяжких преступлений. Кашапов же осужден за преступления средней тяжести. Поэтому ему административный надзор не применим вообще. Уведомление об административном исковом заявлении Рафис Кашапов получил. Также был извещен об обязательной явке в суд. Документ подписан 31 января. Сегодня иск планировали рассмотреть в суде. Я считаю, что целесообразность надо рассмотреть только в его присутствии. Вместе с тем, согласно данным средствам информации, Кашапов в настоящее время находится за пределами Министерации. С учетом изложенного явка его обязательного в суду. Прошу оставить исковое заявление без рассмотрения. В результате иск рассмотрен не был. Учитывая, что Кашапов на судебный сценарий не явился, его явка на судебный сценарий не далась обязательной. Причина его неявки в суду неизвестна. В настоящем случае решение опроса о восстановлении административного надзора в отсутствии административного отвечения ограничивает доступ к правосудию, что нарушает его права по респондой части Кирска 46, части 3223 и Конституции России. У истца есть 15 дней, чтобы оспорить решение Челнинского суда в Верховном суде Татарстана. Кроме того, до 2020 года, именно тогда будет погашена судимость Рафиса Кашапова, может быть подано повторное заявление об установлении дополнительных административных ограничений в отношении бывшего главы Челнинского ТОЦ. Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин, Челны 24.